Всем привет! С вами канал Armor Master. Сегодня у нас обзор и рассматривать мы будем модель опытного немецкого легкого танка Leichtracter проекта фирмы Rain Metal от ICM. Несколько слов об истории данных машин. По результатам Первой мировой войны немцам запретили не только производство, но и разработку танков. Поэтому когда к концу 20-х годов Германия нашла в себе силы и средства этот запрет потихоньку начать нарушать, для секретности танки все еще называли тракторами. 28 марта 1928 года был объявлен конкурс на разработку танка массой до 12 тонн. Фирмы Rain Metal и Krupp к 1930 году построили опытные образцы. Компоновочно они были достаточно похожими. Причем надо сказать, что по компоновке они весьма напоминали обычные трактора. В этом плане несколько повторилась история с немецким тяжелым танком А7Фау, который тоже пытались унифицировать с артиллерийским тягачом. Тем не менее, возвращаясь к легких трактору, опытные образцы Krupp и Rain Metal достаточно сильно отличались и по корпусам, и по башням, и по ходовой части. В 1930-31 годах советско-германской танковой школе Кама под Казанию прошли испытания машины. Причем, опять же, испытания проходили в СССР. Почему? Потому что все еще требовали версальские запреты, соответственно, на территории Германии проводить испытания танков просто побоялись. Результаты испытаний данных машин никаких восторгов у немецкого руководства не вызвали, но оно было и понятно, машины в целом достаточно архаичные. После прихода к власти нацистов в 1933 году советско-германское сотрудничество было свернуто, а танки вернулись обратно в Германию. Их передали в танковую школу для обучения экипажей танков, а в производство в итоге запустили другую машину фирмы Krupp, сельскохозяйственный тягач, будущий Panzer I. Инструкция. Инструкция стандартная для ICM, большого формата. Первая и последняя страница у нас цветные. Здесь даже присутствует цветной рисунок с бокс-арта, крохотная историческая справка и ТТХ-машины. Ну, в целом, в общем-то, все приемлемо. Далее у нас идет раскладка деталей по рамкам. Видно, что рамок, собственно, не так уж и много. И после этого у нас начинается сборка. Сборка начинается с верхней части корпуса, причем видно, что у нас не то, что верхняя часть корпуса, у нас вообще все элементы корпуса даны отдельными деталями, что несколько архаично. С другой стороны, приятно то, что и все люки также даны отдельными деталями, то есть при должной доработке мы сможем их открыть. Ну, понятное дело, что нам для этого придется добавить самостоятельный интерьер, но, тем не менее, это лучше, чем если бы все было бы отлито наглухо. Продолжается у нас сборка борта. Борта крепятся к верхней части, лобовая часть тоже отдельно. То есть, ну, понятно, все по отдельности. И кормовая часть также отдельно. То есть, в плане литья, конечно, модель получается не очень современная. Далее мы стыкуем левый борт и переходим к деталировке мелочевкой. Здесь у нас буксирные серьги, буксирные элементы, кормовая дверь, опять же, сделанная отдельно, при желании ее можно будет открыть. Далее мы переходим к элементам ходовой части. Ну, тут все тоже достаточно просто. Главное не устать обрабатывать вот эти вот замечательные каточки. После этого мы ставим все на место, ставим фальшборд. Ну, тут опять же видно, что ходовая часть достаточно традиционная для машин 30-х годов. То есть, тут все, в общем-то, понятно. А также мы делаем левый борт, ну и аналогично фальшборд по левому борту. И на этом, я так понимаю, мы с корпусом закончили. Далее мы переходим к гусеницам. Гусеницы, ну, совершенно очевидно, сделаны из винила. Решение всегда, конечно, спорное. Почему? Потому что даже в этом танке, в котором действительно не очень сильно усматривается провис гусениц, все равно я боюсь, что винил будет выглядеть недостаточно хорошо. Тем более, что если его деталировка с внутренней стороны такая же, как здесь показано, то, конечно, это достаточно печально. Далее мы ставим на место надгусеничные полки и переходим к башне. Я так понимаю, здесь у нас достаточно подробно показаны казенные части орудия и пулемета, но, с другой стороны, поскольку у нас кроме этих самых казенников в интерьере ничего нет, наверное, в этом большого смысла бы и не было. Далее сама башня. К сожалению, она у нас состоит из двух деталей, причем она еще и расчленена по рельефу, что, на мой взгляд, не очень хорошо. Ну, опять же, единственный приятный момент здесь – это то, что люки даны отдельно. В остальном это не очень технологично, то, в каком виде это нам предлагается. И да, вот мы стыкуем половину. Теперь половиной здесь ставим орудийную установку. Ее нам предлагают не клеить для того, чтобы она осталась в подвижной вертикальной плоскости. Ну, это в целом достаточно ожидаемо. Далее мы ставим нижнее кольцо, ставим крышу башни, ставим вооружение. Значит, ну, пулемет, понятно, с пушкой вот так вот интересно они сделали. У нас в самом кончике пушки добавляется еще одна деталь. Ну, это, конечно, такое промежуточное решение. Вообще, по уму ствол-то хотелось бы видеть выполненным в один элемент, но, с другой стороны, хотя бы он не расчленен вдоль по всей длине. То есть, пошпаклевать придется, но не так много, как это возможно было бы. Хотя, с другой стороны, по уму такой ствол все равно надо бы менять на автомаркет. Далее мы добавляем мелкую деталировку на башне, я так понимаю, петли, смотровые приборы и так далее. После этого мы ставим башню на корпус и переходим практически к финальной части. Это у нас фары. Судя по всему, стекла фар даны в прозрачном пластике, чему можно, конечно, только порадоваться. И поручневая антенна. Ну, поручневая антенна, с ней какой есть момент. Она состоит у нас из нескольких деталей. И самое печальное это то, что она состоит из трех деталей. И, соответственно, у нас вот здесь вот образуются стыки. Причем, хоть бы они сделали бы стыки вот здесь, вот в районе ручки, в районе крепления к корпусу, там хотя бы щель была бы незаметна. А здесь нам придется на круглые детали заделывать щель, причем совсем рядом со сгибом. Ну, не знаю, насколько это просто будет сделать. Возможно, будет проще вообще весь этот пластик отрезать, высверлить держатели и вставить туда проволоку, чем возиться с шпаклеванием вот этого шовчика. Также у нас здесь присутствует глушитель. Глушитель достаточно интересной формы, но i7 его, видно, постарался воспроизвести. Сам глушитель в два элемента, но, по идее, зашлифовать, я думаю, мы там сможем. Если мы уж антенну зашлифуем, то с глушителем, я уверен, мы точно справимся. Далее мы ставим последнюю ручку, и на этом, собственно, вот у нас вид готового танка. На последнем развороте мы видим схему окраски. Схема окраски, сразу скажу, мне кажется, несколько странной. Почему? Потому что она больше похожа на немецкий трехцветный камуфляж, который был введен уже в середине Второй мировой войны. С другой стороны, все мы видели немецкий шнюк Первой мировой войны, который тоже примерно на таком же желто-зелено-коричневом камуфляже. Но, тем не менее, и судя по фотографиям, на мой взгляд, здесь гораздо больше подойдет серая база Панцерграу, и поверх нее рейхсверовские темно-коричневые пятна камуфляжа. Но тут, опять же, смотрите на фотографии, в общем-то, это больше как пожелание, чем какой-то однозначный вариант, поскольку точной информацией, как были окрашены эти танки, насколько я знаю, все равно до наших дней не сохранилось. Можно судить только по черно-белым фотографиям. Пластик. Пластик серого цвета. Ну, литье традиционное для ICM, в общем-то, что достаточно ожидаемо. Из того, что в целом понравилось. Ну, то, что как минимум явных дефектов я здесь не наблюдаю. То есть, детали отлиты достаточно чисто. Правда, это разработка прошлого года. То есть, по идее, форма устать сильно не должна была. Но, тем не менее, на сегодняшний день все-таки литье достаточно чистое, без каких-то явных дефектов и помарок. Следов от толкателей на деталях я тоже практически не вижу. Вот только вот здесь вот два. Но их все равно будет не видно. Поэтому, в целом, все более-менее. Ну, конечно, довольно толстые питатели. Кое-где не везде их будет удобно убирать. Но, в целом, в общем-то, нормально. Из того, что мне не очень понравилось. То есть, первое, это, не знаю, будет ли не видно или не будет, значит, достаточно сильный шов разъема формы вот на мелких каточках. Причем он еще и сделан как будто бы с небольшим смещением. По всей видимости, в этой части потребуется достаточно сильная обработка и зашлифовка. Второй момент, который мне не очень нравится, это то, что у нас достаточно массивные питатели. Вот здесь вот расположены в углублениях. Соответственно, нам надо будет очень аккуратно отрезать и очень аккуратно зашлифовывать. Но, в целом, это все-таки скорее придирки. То есть, никакого глобального криминала я, во всяком случае, сходу здесь не наблюдаю. Рамка с деталями корпуса. Значит, ну, что первое обращает на себя внимание, это, конечно же, корпус, сделанный во множество деталей. Фактически, каждый элемент у нас сделан отдельно. Все это надо будет собирать, стыковать без шелей и так далее. Соответственно, это, конечно, не очень технологично, не очень современно. Уровень где-то 90-х годов прошлого века, что не очень здорово. Также обращает на себя внимание орудие. Во-первых, небольшой облой по краю. А во-вторых, вот такая вот схема, что у нас небольшая деталь полукруглая ставится на орудие. За счет этого у нас в стволе появляется отверстие. Ну, конечно, на самом деле, по уму здесь надо было бы сделать просто многоразъемную форму, и тогда не пришлось бы возиться со стыковкой, шлифовкой и обработкой щелей. Но поскольку многоразъемных форм здесь нет, здесь все так достаточно по эконому варианту, поэтому моделистам, соответственно, придется вот это все шлифовать и обрабатывать. То есть, ствол основного орудия мне, конечно, категорически не нравится. Со спаренным пулеметом обстановка чуть лучше. Здесь есть хотя бы отверстие, не очень глубокое, но подсверлить мы всегда сможем, это уже не так страшно. Также из того, что мне категорически не понравилось, это, конечно же, поручневая антенна. Здесь у нас и облой, и небольшое смещение, и, конечно, на длинных деталях круглого сечения подобные дефекты крайне неприятны. То есть, если бы у нас был микрооблой вдоль деталей корпуса, там, ну, шлифанули, и ладно, ничего страшного. А здесь эти детали можно сломать, можно деформировать, можно привести в некруглое состояние. То есть, конечно, поручневая антенна в данном наборе производителю, мне кажется, явно не удалась. Возможно, действительно, ее проще будет заменить на проволоку вот в этой части, чем пытаться привести в порядок вот этот вот пластик с питателями, с технологическими выводами, с облоем и со всем остальным. По остальному, ну, в целом, вроде бы все неплохо, заклепки присутствуют, ничего сильно не замылено, рельеф есть. То есть, если бы не вот эти вот дефекты литья, и если бы не отсутствие многоразъемности, все было бы совсем хорошо. Ну, так, конечно, только на троечку где-то. Последняя крупная рамка, также детали корпуса, детали башни. Ну, первое, на чем хотелось бы остановиться, да-да, это в очередной раз ICM, в очередной раз все литники напиханы в один пакет, и в итоге детали башни, вот как видно, деформированы. Причем, я почитал в интернете, я еще относительно легко отделался. У многих повреждения деталей еще до того, как они были выданы из коробки, гораздо серьезнее. Ну, я уже, наверное, скоро устану об этом говорить, но все-таки когда-то, надеюсь, это прекратится. То есть, это ненормально, что мы берем модель из коробки, и она уже сломана или деформирована. Также из того, что не очень хорошо, это то, как вы видите, питатели вот здесь на боковину корпуса, они заметно заезжают на рельеф, и, соответственно, удалять их надо будет крайне аккуратно. То есть, например, вот здесь на борту этого момента нет. То есть, соответственно, нужно крайне аккуратно будет их здесь удалять в два приема. То есть, сначала срезать вот так, потом вот так, и аккуратненько зашлифовывать, стараясь не повредить поверхности. В остальном, ну, в целом, вроде ничего. Надгусеничные полки не поражают своей толщиной. У них даже как будто выведены кромки, чтобы быть потоньше. То есть, тут все неплохо. Мелкая деталировка тоже, в общем-то, приличная. Правда, вот здесь вот на этом лючке тоже у нас питатель заезжает на рельеф. Но, опять же, надо будет очень аккуратно удалять и очень аккуратно зашлифовывать. С внутренней стороны тут практически ничего нет, кроме борта корпуса с элементами, на которые крепится подвеска. Ну, в целом, все достаточно неплохо. Единственное, что внутри надгусеничных полок присутствуют следы от толкателей. Но, опять же, если мы танк не планируем переворачивать, то у нас их будет не видно. Если мы планируем танк перевернуть, то, ну, в конце концов, можно будет их аккуратненько зашлифовать. Правда, тут станет вопрос, а что делать с нищим, которые абсолютно лысые. Но, опять же, производителя тоже можно понять, почему. Потому что до наших дней данные танки не сохранились. Все делалось по фотографиям. Что творилось у данного танка снизу, сейчас, может быть, уже никто точно и не скажет. Поэтому тоже, в целом, более-менее. Гусеницы. Гусеницы, как я уже говорил, виниловые. Причем на каждый борт нужно будет еще и стыковать их между собой. Потому что это гусеница одного борта, разделенная на две части. Ну, если с внешней стороны еще более-менее выглядит рельеф без каких-либо дефектов, то с внутренней стороны, конечно, все совсем печально. То есть, она абсолютно ровная, с какими-то невнятными гребнями, да еще и со следами от толкателей. Поэтому, конечно же, на мой взгляд, гусеницы в этом наборе однозначно под замену. Я надеюсь, что в ближайшее время производители автомаркета что-нибудь выпустят. Потому что, конечно, до выпуска этой модели в лите высокого давления очень маловероятно, что кто-то делал для нее отдельно гусеницы. Крохотная рамочка с прозрачными деталями. Здесь буквально стекла фар. Ну, очень приятно, на самом деле, что производитель скомплектовал свою модель прозрачными стеклышками. Я считаю, это очень здорово, очень оживит ее внешний вид. Единственное, что полностью отсутствует какое-либо рифление. Но тут, опять же, надо смотреть на фотографии прототипов, насколько оно там нужно. Но, в целом, то, что у нас прозрачные детали даются из прозрачного пластика, это, конечно, очень хорошо. Последнее, это декаль. Декаль, буквально три креста. Опять же, насколько эти кресты, в принципе, будут достоверны на машине 30-31 года, это большой вопрос. Но тут надо смотреть на фотографии. В общем-то, ну, сама по себе декаль как декаль. По историческим моментам это уже дело второе. И все, больше у нас в коробке ничего нет. Ну что ж, подведем итоги. Как обычно, достоинства и недостатки. По достоинствам, ну, начнем с того, что, на мой взгляд, весьма и весьма интересный прототип. Хоть это и немец, но очень неизбитый. Совершенно до этого, насколько я знаю, не появлявшийся в пластике высокого давления. Конечно, в серию машина не пошла, но, тем не менее, испытывалась. Поэтому она достаточно интересна. Ну и плюс, конечно, она дополнительно будет интересна тем, кто играет в компьютерную игру про танки. Поскольку там она как раз-таки присутствует и многие на ней с удовольствием катаются. Также из достоинств отвечу прозрачные детали. Хоть это и потихоньку становится уже стандартом. Тем не менее, все равно считаю нужным обязательно это отметить. Это тоже очень хорошо, что они у нас здесь есть. Далее по недостаткам. Ну, первое, это дефекты литья. Литье само по себе чуть грубоватое, плюс, сомнительно, нализающие питатели на детали, плюс поручневая антенна совершенно не задалась. То есть, именно в плане частоты исполнения здесь, конечно, все не совсем идеально. Шлифовка и доработка однозначно потребуются. Второе, это то, по поводу чего я уже начинаю уставать возмущаться, это деформированные детали из-за того, что весь пластик туго набит в один пакетик. В очередной раз здесь у нас деформированные детали присутствуют. И, скорее всего, если вы купите эту коробку, у вас они тоже будут. И это, конечно, очень неприятно, когда мы видим отломанные или помятые детали в коробке, которую мы только что принесли из магазина. Довольно сомнительное здесь членение. Ну, мало того, что корпус из множества деталей, но и этот ствол с отдельным кончиком, и эта поручневая антенна, которая стыкуется на самом видном месте. То есть, именно по членению деталей модель, конечно, может быть, она удобна для производителя. Она удобна с технологической точки зрения. Но вот с точки зрения моделиста она, мягко говоря, не оптимальна. И это, конечно, тоже надо будет учитывать. Откровенно, не понравилась гусеница. И если по внешней стороне она еще на что-то похожа, то внутренняя совершенно никакая. Поэтому гусеницу здесь, конечно, надо будет поменять. И это не очень приятно. Ну и последнее. Это отсутствие фототравления. Я понимаю, что модель совсем бюджетная. Но, тем не менее, опять же, некую грубость литья, чуть-чуть фототравления могло бы где-то компенсировать. Здесь этого, к сожалению, нет. Поэтому это тоже мы отметим как недостаток комплектации модели. Подводя общий итог, могу сказать, что, несмотря на большое количество выявленных недостатков, в целом модель мне показалась совсем не такой уж и плохой. В первую очередь, конечно, почему? Потому что она безальтернативна. Ну, понятное дело, что какой-никакой пластик всегда будет приятнее, чем пилить что-то с нуля или покупать там за 100 долларов смолу и тоже практически перепиливать ее с нуля, потому что она не будет нигде стыковаться. Поэтому какой-никакой пластик уже неплохо. То, что к нему можно будет приложить руки, добавить гусеницы, там, добавить стволы, добавить какую-то деталировку, ну, в общем-то, это лучше, чем делать с нуля. Для начинающих тоже, в принципе, модель неплохая. Она недорого стоит, в ней не так много деталей. Ну, а то, что там где-то какие-то могут быть трудности, опять же, для начинающих многих они и не трудности. Ну, будет там щель в стволе, ну, и будет она щель в стволе, а поручневую антенну можно вообще не собирать. Опять же, для начинающих моделистов это не так критично. Поэтому, на мой взгляд, в целом модель удалась, но, конечно, для того, чтобы довести ее до выставочного уровня, нужно будет очень много вложить либо сил, либо денег, либо и того, и другого. Но, тем не менее, на безрыбье вполне себе неплохой вариант. Ну, а окончательный выбор, собственно, как всегда, за вами. На этом все. Если вам было интересно, ставьте лайки. Чтобы быть в курсе новых выпусков, подписывайтесь. С вами был канал Армор Мастер. Всем пока!